Девочки, это просто шедевр кулинарии! Готовьте! Удивляйте своих мужчин! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале по трапезде, канал о еде и путешествиях. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное мясо по-китайски. Будет очень вкусно, красиво и интересно! Оставайтесь с нами, мы начинаем! Друзья, для приготовления грудинки по-китайски нам потребуется грудинка. Таких 4 аппетитных кусочка у нас. Зеленый лук, кусочек имбиря, чеснок, здесь у нас соевый соус, соевая паста густая, пол чайной ложки черного перца, 2 чайные ложки сахара, белое столовое вино, светлое пиво, а также стручковый перец красный, зеленый, черный перец горошком. Вот такая звездочка бадьян, лавровый лист. Вроде все перечислила, давайте начнем. Значит, для начала нам необходимо белую часть лука отделить от зеленой части, вот таким способом. Зеленая часть нам понадобится позже, а белую часть нарезаем вот таким способом наискосок. Убираем в сторону. Имбирь нарезаем тоже кусочками, небольшими в 2-3 миллиметра. Друзья, аромат уже сумасшедший. Убираем тоже пока на тарелку. В кастрюлю с водой зажигаем газ, помещаем грудинку. Воды нужно столько, чтобы грудинка была покрыта водой. Кладем буквально 3 дольки имбиря и небольшое количество лука. И 3 столовые ложки белого вина. Ждем, когда вода начнет закипать и образовываться пенка. Пенку нам нужно будет удалить. Друзья, у нас образовывается пенка. Пенку мы снимаем. Накрываем крышку. Грудинку варим до готовности. Грудинку отварили. Теперь нам необходимо ее нарезать. Режем грудинку на кусочки примерно 3-4 миллиметра. Вот такие. Укладываем грудинку в чашку. Друзья, мясо порезала. Сюда теперь добавляем 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку вина белого столового. И 1 столовую ложку вина я наливаю в густой соевый соус, чтобы его слегка размягчить. Делаю его более пастообразным. Кладу в грудинку. Также кладем пол чайной ложки черного перца и все хорошо перемешиваю прям руками. Друзья, запах уже божественный прям. Вот в таком маринаде оставляем мясо минут на 30 мариноваться. На сухую сковороду выкладываем оставшийся имбирь и оставшийся лук. Засыпаем 2 чайные ложки сахара и засыпаем специи. Здесь черный горошек, бадьян, звездочка такая ароматная, лавровый лист и перец чили мы порезали тонкой соломкой. Все это засыпаем на дно сковороды. Сюда же отправляем замаринованное мясо и сюда же отправляем 250 миллилитров пива. Зажигаем газ, накрываем крышку и тушим грудинку минут 20. Друзья, я помыла рис. Подавать мясо будем сегодня с рисом. Включаем кашеварку и нажимаем режим готовки. Друзья, прошло 20 минут. Посмотрите какая у нас здесь вкусняшка. Аромат невероятный стоит в кухне. Пахнет и анисом, этим бадьяном и лаврушечкой. Так, теперь на последнем этапе засыпаем сюда хвостики от зеленого лука, то есть саму зеленушку. Если вы помните, белую часть мы использовали, а зеленую часть мы оставляли. И достаточно крупно, вот так, я порезала чеснок. Тоже его кладем сюда на последнем этапе. Все, газ мы уже выключили и уже в готовое блюдо вносим последние штрихи. Перемешиваем, как пахнет! Безумно пахнет просто! И чесночок теперь дал аромат свой. Все, подавать мы это все дело будем с рисом. Доготавливается уже рис и будем сервировать для Алексея стол. Девочки, это просто шедевр кулинарии! Готовьте, удивляйте своих мужчин! Друзья, посмотрите, как красиво удалось сервировать мясо, чтобы Алексей не только желудок радовался, но и глаз был просто счастлив от этой ресторанной подачи грудинки. Выглядит очень аппетитно! Сейчас Алексей будет эту вкусняшку пробовать. Оставайтесь с нами и он постарается вам максимально понятно объяснить и передать на камеру вкус этого необыкновенного блюда. Добрый день! Вы на канале по трапезиям. Сегодня будем пробовать мясо. Мясо по-китайски. Подача красивая, риса мало, мяса много. Сейчас мы узнаем, как это на вкус. Вкусно, классно! Остро! Прям... Лук прям за фрукт сошел. Прям очень сладкий. Прям остренькая штучка. Здесь поступило предложение. Вот у нас бутыльник тереновый появился. Друзья, за ваше здоровье. Спасибо за вашу поддержку, за ваше общение. Мы очень рады, что мы на ютубе встретились с вами. За вас! Будем здоровы! Неплохое вино. Напишите в комментариях, как вы думаете, Алексей умеет кушать палочками? А если угадаете, то увидите, умеет он пользоваться палочками или не умеет. Правильнее сказать, палочками пользоваться уметь можно. Ну, а ими хрен на ешься. Ммм... Остро! Вилочка, а лучше ложечка. Да. Остренько прям. Вкусно. Пикантненько так. Бадьян чувствуется. Ммм... Точно-точно. Такой приятный вкус. Анис на этот похоже на лагман. А туда тоже добавляется. Угу. В прослойках жиров. Очень приятный. За счет этого мясо получается такое сочное, вкусное. Чувствуется соевый соус. Ммм... Чувствуется этот твердый соевый соус. Слегка... Густой соевый соус. Слегка нотки сладости присутствуют. Но все-таки нотки горечи значительно более ярко выражены. В общем, и нотки чеснока чувствуется. Ребята, это не передаваемо словами. Нужно это приготовить и попробовать. Очень рекомендуем. Проверено по трапезе. Рекомендуем. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте нам, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Вот здесь у нас есть кружочек, на который надо нажать. И нажмите на колокольчик, чтобы вам сообщили о наших новых видео. Пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Спасибо вам за комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока. Приходите еще. Субтитры сделал DimaTorzok UltimaTorzok